Проглядывается сквозь деревья замок Инстербург. Конечно, он в полуразрушенном состоянии, это можно видеть. Но строение очень крутое. Внизу, видите, как булыжником сделана стена. Ребят, ну мы переместились в такое место, вообще шикарное. Это замок Инстербург. Это самый лучший замок, который я видела в Инстербургской области. Смотрите, какое дерево шикарное. Но все в кроне, даже ствол не видно. Сейчас покажу замок. Он в полуразрушенном состоянии, но часть замка, стена, я бы сказала, замка, она сохранилась. А сам замок, конечно, в плачевном состоянии. Все-таки замок старинный и год постройки у него 1336. Вот так вот он выглядит. Как тебе замок, Поп? Знаешь, что скажу по поводу этой части замка? Мне она нравится. Мне нравится эта часть замка, потому что, хоть она и разрушена, но я ощущаю здесь частицу истории. Когда-то, как оно было все, когда было в целом состоянии. Знаешь, я только что сказала, на мой взгляд, это место лучшее из всех замков, которые мы видели в Калининградской области. Ну, я знаешь, я бы с тобой немножко поспорил. Почему? Потому что мне еще очень понравился замок Бальга. Там вот, конечно, там сохранилась менее, меньшая часть замка. Я бы даже сказал, не замок, а одна большая стена, и вторая уже тоже там полуразрушена. Но сама энергетика и то место, где находится этот замок, я имею в виду замок Бальга, он очень, очень такой, ну, так сказать, интересный. То есть это место, я думаю, стоит посидеть тоже. Ну, мы там были, а вот кто не был, пожалуйста. Ну, вот я имею в виду, что именно по строению, а по атмосфере однозначно Бальга, там же рядом и залив. Да, а вот именно по строению, если судить, то тогда, да, вот это, конечно, это один из лучших замков, которые мы видели в Калининградской области. Потому что мы видели достаточно замков. Конечно, не все, но достаточно. И это с учетом того, что этот замок в полуразрушенном состоянии. А ведь есть и замки, которые в хорошем состоянии, но внешний вид, в который их привели, не годится никуда. Еще я хочу добавить. Вот в этот замок можно зайти без всяких проблем. Что не скажешь о других замках, которые находятся в области. То есть в некоторые замки вы просто не сможете зайти, и вы ничего не увидите. Даже некоторые замки обнесены забором. То есть вы можете увидеть только какую-то часть верхушки этого замка. Это, конечно, неправильно. Правильно это вот. Люди зашли, посмотрели, поснимали, рассказали. Возможно, кому-то, кто посмотрит это видео, захочется сюда приехать и увидеть это воочию. Можно так сказать. Так что приезжайте. Место достойное для посещения. Сейчас мы находимся в городском парке. Этот парк называется Парк Победы. Вот такой спуск здесь. И сюда мы пришли не просто так. Мы знаем о такой достопримечательности, который расположен именно здесь. Это Арочный мост. Ну, в простонародье, простым языком, горбатый. Сейчас пройдемся по нему. Вообще любой парк, в принципе, это природа и он всегда располагает к себе. Вот он так выглядит. По нему нужно пройти. Катюш, ты посними его сбоку. Посмотри, как он сбоку выглядит. Да, я сейчас покажу, что здесь река, соответственно, через которую и проложен этот мост. Сейчас кроны деревьев скрывают немножко, но все же его, я думаю, будет видно. Да, видно, смотри. Вот это вот, конечно, интересно. Он даже отражается в воде. Ну, действительно красиво. Вот это красивое место. Сейчас мы с тобой еще сходим туда, на самый центр этого моста и покажем, какая высота оттуда, до реки. Ну, пойдем. Ну, место стоящее тоже, в принципе, интересно. Вот так вот выглядит река с этого моста. Высота довольно приличная. И вокруг деревья. Мост этот старый, это 100%. Деревья здесь уже растут, я думаю, очень давно. Место восхитительное, так же, как и замок. И с каждым разом мне все больше и больше нравится этот город. Он действительно заслуживает внимания. Вот здесь есть тропинка, я думаю, может быть спуститься. Все, давайте спустимся. Все, мы оказались под мостиком. Смотрите, какая здесь красота. И вот здесь как раз таки можно увидеть, какой он высоты. Не жалею, что мы пошли на этот мост, хотя были сомнения, идти или не идти. Вол, где-то там гуляет еще по мосту, сейчас он меня потеряет. Пойду я наверх. Чудесный город. Мне он нравится. Он необычный. Очень сильно отличается от городов, таких как Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский. Очень отличается. Там весь акцент сделан на море и на променад. Ну, в Светлогорске еще, конечно, да, на город немножко сделать. Ну, а здесь, посмотрите, что находится здесь. Какая красота за моей спиной. Это водоноторная башня. Супер, конечно, строение здесь. Посмотрите, как она сохранилась до сегодняшних дней. Строение очень красивое. Мы переместились на новую локацию. Это замок Георгенсбург. Также здесь еще всем известный конезавод Георгенсбург назван в честь вот этого замка. Где это все располагается, мы не знаем. Поэтому будем сейчас искать. Опять же, мы попадаем во внутренний двор замка Георгенсбург. И что мы видим? Мы видим шипарную территорию. Великолепные здания, которые сохранились по меньшей мере в нормальном состоянии. Вот то строение вообще в хорошем состоянии за моей спиной. Здесь замок в лучшем сохранении, чем Георгенсбург. Здесь, конечно, получше сохранился. Но там, мне кажется, как-то он по колорит не выглядит. Смотрите, вот так выглядит немецкая черепица. Ее сняли с крыши. Может быть, просто, возможно, кто-то не знает и не видел никогда. Но так как мы живем в Калининградской области, вот так она выглядит. И я думаю, что ее будут перестилать снова, куда-то укладывать. Возможно, даже на вот это строение. Мне кажется, что Вов зашел уже вовнутрь замка. Ну, в одно из помещений замка. Поэтому я тоже пойду. Так, здесь открыто. Здесь какой-то подвальчик. Да, смотрите. Смотрите, какая красота. Сейчас буду показывать вам. Потому что сама вижу, а вы не видите. Смотрите, это, возможно, был камин. Какой чудный. Какие шикарные проемы возле окон. Круто. Так, смотрите. Здесь какие-то помещения. Книжный шкаф. А за ним стенка. Стенок, наверное, как встроенный. Так. Здесь какой-то маленький. Ого. Это для кого? Кто плохо себя вел? Ну, еще мы зайдем сейчас вот в это помещение. Да, круто вообще. Очень много окон. И окна большие в помещениях. И это создает много, дает много света. О, еще камин. Ну, вообще, очень крутой. Все сохранилось так. Великолепно. Стол напоминает, как раньше бояре сидели. У них было очень много блюд на столах в скатерти. И знаете, как в фильме? Иван Васильевич меняет профессию. Вот. Очень вот этот стол напоминает. Не, ну, место классное, крутое. Не, мне понравилось. Сейчас сделаю пару фоточек. Фотки все будут с мест, где мы гуляли. На сайте onlytravel.club. Кому интересно, можете зайти, почитать статью и посмотреть фотографии. Ну, а также еще информацию можно уже на видео посмотреть на канале onlytravel. Все, пойдем дальше гулять. Сейчас уже солнышко садится. Завод, я не знаю, наверное, не удастся посмотреть. Мы попробуем, но я не уверена. И пойдем еще на башню Бисмарка сходим. Там какое-то интересное строение. Мы добрались до башни. Бисмарк – это первый канцлер Германии. Строение интересное тем, что оно сделано из булыжника. Ну, внутри оно обложено камнем, кирпичом красным, каленым. А снаружи это булыжник. Ну, такое строение. Интересно, но оно разрушается. Находится оно на высоте. Там солнышко сзади. А виды вот такие. Сейчас мы уже едем в обратную сторону, в сторону дома. Мы немножко проголодались. Сейчас заедем в популярную чебуречную толпаки. Ну, и покушаем чебуреков там. Немножко перекусим. Потому что время уже давно. Пора ужинать. А мы не завтракали. Сейчас заедем. Покажу вам, какие там делают чебуреки. Вдруг кто-то рванет в эту сторону. И будет приезжать мимо чебуречной. Осталось нам ехать совсем чуть-чуть. 3,8 километра. Мы уже сидим в чебуречной. Заказали мы 3 чебурека. Томатный сок. Томатный сок и бутылку воды. Все это вышло у нас на 393 рубля. Чебуреки стоят 100 рублей. Сок 37 рублей. И там есть разновидность апельсиновая еще и яблоко с перцем. И вода 54 рубля. Здесь очередь дают вот такую шайбу. Она начнет вибрировать, когда наш запас будет готов. Вот здесь будет гореть и коньки. Да, по-верху. У нас 34 заказ. Пока сидим, ожидаем. Давай я немножко добавлю по пользе чебуреков. Чебуреки стоят 100 рублей. Это со свининой обычный чебурек. Если вы хотите, чтобы был двойной пакт, то тогда будет стоить 145 рублей. Потом плов стоит 180. Солянка 130. Манты 90 рублей. За сколько-то грамм, я не помню. А здесь манты, по-моему, большие. Большие, да. Ну, в общем, вот так. Чуть-чуть ориентировал в ценах. Про чебуреки я помню, а про солянку и все остальное я вот увидел, там написано. Кстати, борщ стоит 120 рублей. Людей здесь достаточно много. И постоянно машины приезжают. И не всегда здесь есть очередь. Ну, как не очередь, здесь обсуждают быстро достаточно. Ну, я заметила еще, что многие любят. Тебе так не показалось, что многие люди берут именно здесь такую еду готовую. То есть, домашнюю. Допустим, пюре с котлетой. Я не знаю, там, супы, да, разнообразные. Какие-то мясо с гарниром. Пюре с котлетами очень хорошо. Все равно не вот это вот на бегу перекусить. То есть, пирожок или чебурек. А вот именно домашние. Очень много здесь покупают. Ну, а так как мы любим чебуреки, ну, точнее, я их люблю. Я люблю все мясное. Поэтому чебурек это неотъемлемая часть. Чебурек всему голова. Ну, я бы так не сказал, но в данном случае, да. Кстати, хотел еще чуть-чуть добавить. Чебуреки мы раньше сюда приезжали есть, а мы стоили дешевле, по-моему, по... 70 рублей. 70 рублей. Или даже 65, когда мы сюда приезжали. Не помню. По-моему, 65. Я помню, 70 точно стоило. По-моему, приехали первый раз 65, а потом 70, а потом уже 95, по-моему. А сейчас... Но место это популярное. Сюда приезжали передачи даже некоторые. о путешествиях ели здесь и рассказывали про это место. Все, ждем чебуреки. Готовятся чебуреки, можно посмотреть, потому что здесь прозрачные стекла и здесь все видно. Воу принес наши чебуречки. Вот так они выглядят. Смотрите, какой большой. Здесь у меня два лежат. Я одну тарелку не стал убрать. Они реально большие. Мясо там в них тоже настаточное. Но они большие. Вообще, вот этот верхний. Вот прям легко хопает. Мы сейчас поменяемся. Да не надо. Вот это тоже не маленькое. Все, мы будем кушать, потому что мы мега голодные и мы уже хотим насытиться побыстрее вкусняшками всякими. Все, нам приятного аппетита. И вам тоже, кто кушает, тоже приятного аппетита. Приятного аппетита всем. Все, уже мы подкрепились, наелись и едем домой. Всем пока.